В этом вечере выйдет репортаж на сайте российского колокола, Валерия напишет, да, она напишет репортаж и фотографию публикует. А, кстати, по поводу Кропска СБУ, у меня тоже интересная ситуация, после того, как я попал на сайт Миротворец, а мне гипотетически, мне нужно было ехать в Одессу, мне сказали, что вы можете туда попасть, но вам надо написать письмо в СБУ и покаяться. Покаяться. Причем покаяться в чехол. Они еще, мои приключения в Луганске, это что-то очень плохо работает, я так понимаю, у них это вот их сеть, они не обновили пока мою информацию. Обновлять. Обновлять? Обновлять. Они мне вменяют то, что я провел какое-то мероприятие на территории аннексированного Крыма с целью легализации аннексии. Я понял, что это за мероприятие, я привез 20 человек фантастов на фестиваль фантастики. Какая там аннексия? Они пили водку, разговаривали о Стругацких, самая большая это аннексия марсианами земли, ну там, могло быть. Но вот СБУ посчитало, что мы аннексировали Крым, сами видели, вот группы 20 человек. И почему я гражданин другого государства должен просить прощения у спецслужб другого, Украины, это тоже абсурд какой-то. Так или иначе придется не ехать, хотя мне говорили, вот вы поехали туда-сюда, я бы в Украину поехал, пообщался бы с ними, меня же никто не пустит. Ну такие дела. А действительно они очень плохо обновляют. Русанов, заместитель председателя ДНР, стал депутатом от ДНР. И он тут недавно плакал, говорил, что не обновили на сайте Миротворец его портфолио, не написали, что он теперь еще и депутат. Я ему говорю, ты ты напиши на Миротворец депутатский запрос. Ну вот. Ладно. Интересно. Вы хотели выступить, по-моему, да? Выходите. Вы хотели почитать какие-то стихи.